Прокурорский вопрос отстранили или нет? Сегодня многие запорожские СМИ опубликовали информацию. Якобы Генеральная прокуратура отстранила от исполнения своих обязанностей прокурора Запорожской области Александра Шацкого. Журналисты писали, что комиссия ГПУ выявила в облпрокуратуре ряд нарушений. Наши корреспонденты связались с пресс-секретарем. Марьяна Пескунова сообщила, что в прокуратуре области соответствующего приказа пока нет. Этот пост появился и в социальных сетях. Уважаемые журналисты, пожалуйста, цитируйте корректно. Кадровые вопросы, вопросы более чем серьезные. Я ответила всем звонившим сегодня буквально следующее. В прокуратуре области соответствующего приказа пока нет. Это пока все. Спасибо. Батальон «Донбасс-Украина» враг не пройдет. В составе этого подразделения немало контрактников. Они прошли через самое пекло зоны АТО. Бои по Дыловайскам. Сейчас батальон на рубежах обороны мирных населенных пунктов. В расположение подразделения побывала Евгения Мельник, где и пообщалась с бывшим сотрудником канала ТВ-5. Мариупольское направление. Тишину периодически прерывают звуки взрывов. Бойцы батальона «Донбасс-Украина» защищают территориальную целостность страны в самых горячих точках – окраины Маринки. Донецк видно невооруженным глазом. Здесь температура накалена даже во время перемирия. Часа полтора назад опять был обстрел снайпера, потому что одиночными выстрелами, при том с использованием глушителей, потому что выстрела вообще слышно не было. На данный момент мой напарник на боевом посту отошел до территории, где находится у нас столовая. И в этот момент по нему было произведено четыре выстрела. Ник показывает свой блиндаж. Для него это и дом, и укрытие одновременно. Вот это основное местопровождение. Только аккуратно здесь головой не ударьтесь, потому что это что? Это югею. Головой ударился. Ой! Аккуратно. Вот уже. После чего пушка автоматически наводилась в точку. Вот так и живем. Это пацаны после ночной смены отдыхают. Детские рисунки. Я вас сразу не заметила. О том, что происходит в стране, каждый день говорят в новостях. Но здесь не ловит ни один украинский канал. Голова вот такая потом. Да, уже там чуть ли не начинаешь друг на друга говорить. Все-таки ты каратель. А что обычно? Что показывают? Что говорят? Ну, что рассказывают? Ну, в основном рассказывают о том, что... Обстрелы, обстрелы, взрывы, убийства мирных детей и все остальное. И съедание русскоговорящих младенцев. Первым способом, которым можно с ними бороться, это телевидением, перебиванием, забиванием их каналов и людям рассказывать правду. Чтобы они знали, что происходит на самом деле. Тогда у нас будет больше шансов победить эту такую, как это сказать, войну, которая, можно сказать, между побратымами своего рода. Потому что все мы были рождены на украинской земле. На данный момент многие об этом забыли. В рядах подразделения проходит службу и оператор телеканала ТВ5 Тарас Шевченко. Самое яркое впечатление, когда именно возле брендажа в двух метрах. Ну, ничего, все выдержало. Все хорошо. Всем родным, друзьям и запорожским коллегам передает привет. Передавать будем привет и всем. Семье, в первую очередь, жене, детям, маме, родителям, друзьям, знакомым, всем, всех, кто меня знает, коллегам с ТВ5. Кате Шапке особенно, она там звонит, переживает очень часто. Диме Злачевскому. Ну и всем, всем коллегам своим, кого знаю, кого не знаю, всех, кто работает на ТВ5. Более подробное о происходящем в зоне АТО смотрите в спецпроекте «Донбасс сегодня» в понедельник, 26 сентября в 19.45. Евгения Мельник, Сергей Чалый, Александр Кровец из Донецкой области. ТВ5. Морская пехота приглашает на курорт. В Бердянске начал работать вербовочный центр военно-морских сил Украины. Ранее их было всего два в Одессе и Николаеве. В Бердянский центр могут обращаться жители разных регионов страны. Здесь можно получить необходимые консультации о службе в разных подразделениях военно-морского флота и направлении в военкомат для заключения контракта. Однако вначале нужно пройти психологические тесты. Человек во время непринужденной вот такой вот беседы, он уже показывает свои определенные качества. Я как бы не первый день уже служу, поэтому уже определяю для себя, или человек пришел служить, или он просто пришел заработать в армию денег. Оно сразу отличается и в глаза бросается. Поэтому этим мы и занимаемся. Быть такими, как все в Мелитопольском интернате «Гармония» появились два класса для детей-аутистов. Аналогов таким группам нет не только в нашем регионе, но и во всей Украине. На улучшение материально-технической базы спецклассов уже потрачено более полумиллиона гривен. Однако вопрос реорганизации этой школы-интерната, которая повлечет за собой сокращение лучших педагогов-дефектологов, до сих пор остается открытым. Развенел сморок, начинается урок. Так, каждое утро начинаются уроки в особенном даже для Мелитопольской специализированной школы-интерната «Гармония» классе. Многие дети здесь боятся резких звуков и даже еды, не понимая, как нужно мыть руки. Они не ходили в детский сад и без специальной подготовки. Двери обычной школы для них тоже закрыты. Поэтому коллектив «Гармония» делает все, чтобы помочь этим детям социализироваться, научиться самим себя обслуживать и общаться со сверстниками. Ведь многие дети, которые к нам приходят именно с аутическим спектром, они не умеют разговаривать. Они находятся в своем мире. Они не умеют играть. Мы учим их играть тоже по алгоритму. Сначала с одним ребенком, но для того, чтобы выстроить, нужно прописать алгоритм. В интернате говорят, здесь созданы все условия для работы с детьми-аутистами. Оборудованы два специальных класса, в которых кроме учителей-дефектологов работают по два ассистента. Своеобразным но уха у «Гармонии» являются сенсорные комнаты. Их две. Здесь она разделена на все необходимые зоны. Это игровая, это зона для отдыха, это световая зона, зона для индивидуальной работы. Большинство оборудований, которые сделаны в этой комнате, это сделано руками наших учителей. Сейчас в двух особенных классах 14 учащихся. Но детей с диагнозом аутизм в городе и в районе намного больше. Сейчас это единственное государственное учреждение в Украине, где занимаются с такими учениками. Единственное, что очень бы хотелось, чтобы заинтересовалось государство и построило какую-то систему работы с детьми-аутистами, начиная с раннего возраста. Иначе, знаете, как может получиться. Мы пойдем в Европу, а дети эти все останутся далеко за бортом, потому что ими в стране, по сути дела, по-настоящему никто не занимается. Как долго специализированные классы для детей-аутистов просуществуют на базе школы-интерната «Гармония» пока неизвестно. Вопрос о реорганизации этого учебного учреждения, который поднимался еще в конце прошлого учебного года, до сих пор остается открытым. Приказ о сокращении педколлектива, либо о прекращении наборов профильной коррекционной классы прийти может в любой момент. И тогда напрасно окажется многолетняя работа специалистов и разобьются мечты этих маленьких мелитопольцев, которые просто хотят быть такими, как все. Седония Ракеляна, Леся Брычок, Артем Довжик, Мелитополь, ТВ5. Место для детства. Около 50 ребят отправились в новые дошкольные группы, которые открылись при учебно-воспитательном комплексе номер 109 в Днепровском районе Запорожья. Это один из шагов городских властей, направленный на ликвидацию чередей в детские сады. На эти цели из запорожского бюджета выделено 80 миллионов гривен. Подробнее далее в сюжете. В учебно-воспитательном комплексе номер 109 в Бородинском микрорайоне отмечают праздник. Открылись две новые дошкольные группы. Здесь будут находиться ребята двух-четырех лет. Они уже познакомились с садиком и воспитателями. Настроены позитивно, по-другому никак. Садик новый, все для детей сделали красиво, очень уютно. Двухлетний Тимофей уже выбрал себе шкафчик. Где твой шкафчик? Да, а что на шкафчике нарисовал? Родители рады новым группам не меньше, чем дети. Мы очень рады, что наконец открылся сад, потому что не хватало ясель. Садик прекрасный. Мы вошли, ребенок рвется с рук, рвется играться, рвется посмотреть все здесь новое. Для учебно-воспитательного комплекса открытие новых дошкольных групп – это тоже радостное событие. Конечно, это святое, потому что это еще один шлях до развития нашего комплекса. До школьных отделений они дают нам будущих ученых в школьный подраздел. И выпуск минулого года уже на 70% пришел до нас в первые классы. У нас увеличилась количество ученых. Группы оборудовали всем необходимым, обустроили и прилегающую территорию. Открытие новых групп в детских садах и школах, а также реконструкция заброшенных детсадов помогут убрать очереди в дошкольные учреждения, уверены в мэрии. До конца этого года планируют открыть еще около 60 новых групп. Всего на развитие дошкольной инфраструктуры из городского бюджета выделено 80 миллионов гривен. За предыдущие годы скопилась большая проблема, то есть отсутствие полноценной дошкольной инфраструктуры в городе. Большая очередь около полутора тысячи мест. И поэтому на этот год Владимир Буряк поставил четкую задачу попытаться максимально сократить эту очередь. И мы видим, что около тысячи мест нам по силам уже в этом году сделать такой масштабный удар и сократить. В ближайшее время в Бородинском микрорайоне откроют еще одну дошкольную группу. По словам местной власти, проблема с нехваткой мест здесь практически решена. Евгения Маловик, Игорь Бахиркин, ТВ5. Профессия для творчества не помеха. В Запорожском фотоклубе открылась очередная выставка картин художников Народной студии изобразительного искусства при Дворце культуры Металлурга, в которой в следующем году отметит свое 85-летие. Авторы картин занимаются живописью в свободное от работы время, но уже имеют определенные успехи. Подробнее в репортаже Мария Маркеля. 18 авторов и более 100 картин, которые сложно назвать аматорскими. Ученики Народной студии изобразительного искусства уже во второй раз представляют свое творчество в Запорожском фотоклубе. Такое творчество начинающих художников, оно интересно. И зрителю интересно это все увидеть, познать, вот как люди начинают. И удивляет иногда действительно находки, такие поиски, изюминки вот в таких работах именно творчески начинающих авторов. И все они очень живописны, очень красочны, особенно натюрморт преобладает. Ну и поиски какого-то такого авангарда, какого-то современного такого искусства, все здесь присутствует. Ученики студии – это представители самых разных профессий. Юристы, врачи, психологи, бухгалтеры. Нет в ней и возрастных ограничений. Самое главное, что занятия всегда положительно влияют на человека, говорит руководитель студии Лилия Бережненко. В основном люди очень зажатые, всего боятся, боятся испортить работу, что-то не так. Вот это нас так воспитали, чтобы все было вот так, как положено. А когда они понимают, что можно хотя бы на холсте быть свободным, позволять себе, вот вылить в те краски сочетание цветов, какие им хочется, ну это приносит большое удовлетворение. Наверное, именно поэтому выставка получилась такой многоплановой. Здесь представлены натюрморты, пейзажи, портреты, немало абстрактных работ. Написаны они в разных техниках. В своих творческих поисках художники смело экспериментируют с цветами и образами. Это сборная солянка, это я не знаю, это просто то, что в голову приходит. Это сумбур, я бы сказала. Так о своих работах сегодня рассказывает Ольга Коренева. Художница представила на выставке пять картин. В студии изобразительного искусства девушка занимается уже шесть лет. Постепенно процесс работы за холстом стал интуитивным. Если раньше это было срисовать чужую картину, то сейчас это полностью вообще. Срисовывать уже, это не камильфо совершенно. То есть это уже какие-то, я не знаю, мыслями это тяжело, конечно, назвать, но что-то оно выходит. Выставка живописи в фотоклубе продлится до 4 октября. Мария Маракелян, Константин Грушко, ТВ5. Из-за предательства близких людей, главной героине украинского сериала «Бессмертник» придется пройти через тяжелые испытания. Сможет ли они сохранить веру в человеческую доброту и простить близких? Смотрите очередную серию сразу после выпуска новостей на ТВ5. И это была последняя информация в выпуске. Напоминаю, актуальные новости города и области вы можете найти на нашем сайте tv5.zp.ua. В студии работал Игорь Белышев. Увидимся в 17.00. Субтитры создавал DimaTorzok